Доброго времени суток! Сегодня я познакомлю вас с проектом Connext. Connext создал крутой продукт, который работает как мост, позволяя быстро, безопасно и очень дешево переводить монеты из одной сети в другую. Также Connext это протокол совместимости, который дает возможность любым разработчикам создавать безопасные приложения. Сразу скажу, что это не очередной мост. По моему мнению, это лучший мост. Во-первых, он очень дешевый. Он настолько дешевый, что вы не заметите, что с вас берут какую-то комиссию. Также он максимально безопасен и универсален. Проект постоянно находится в движении, проект постоянно улучшается. И буквально вчера вышла новость о том, что они добавили новую сеть, новую сеть, которая называется Гармония. То есть, как видите, сетей становится все больше, сети развиваются и также развиваются токены. То есть, львое делаем, вот нам все сразу же. переходит, меняется. Возможности проекта ограничиваются не только банальным мостом, как уже сказал с самого начала. У него есть более интересные функции, которые я не видел и не слышал о них ранее. Первая, которая мне прям очень сильно зашла, это можно будет обернуть NFT и перенести ее на любую сеть и использовать ее там. Это довольно-таки интересно, да, просто конвертировать NFT в другую сеть и использовать ее там. Потому что многие NFT-шки у нас в сети эфириум, а эфириум берет конские комиссии. Я тут взял ее и перевел на другую сеть и живешь себе прекрасно. Также можно взять кредит в одном токене и в одной сети, а возвращать в другом токене и в другой сети. Также есть возможность стейкинга. Вот он, стейкинг финанс. Сейчас мы откроем с вами. О нем, я думаю, надо прям плотно так рассказывать, потому что здесь вроде бы очень маленький сайт. Ну, точнее, не сайт, а у нас страничка. Но при этом проект говорит, что здесь будут самые выгодные предложения для стейкинга. То есть, ну, ничего круче стейкинга, чем этот, не будет ни у кого и никогда. Посмотрим, конечно, как Connext это сделает, потому что, ну, я ему верю, потому что пока он меня еще ни разу не обманул. Вот, поэтому это очень интересно. И согласитесь, такого нет на других мостах или в других мостах. Конечно, есть и стандартные, да, какие есть у всех мостов. Их я не вижу смысла рассказывать. Также хотел поговорить о том, что у Connext был набор специалистов. И недавно в Твиттере, буквально вот вчера, они выставили огромный-огромный пост. Там, знаете, можно из разных постов собирать. Я почему-то Твиттер их не открыл. И там у них было написано, если вы хороший дизайнер, то, возможно, именно вы нам нужны, приходите в команду. И из этого я сделал вывод, что надо бы вам рассказать, возможно, среди моих подписчиков и есть те самые дизайнеры, которые нужны компании. Что нужно проекту? Как я уже сказал, дизайнеры, но нет, конечно, у проекта больше интереса. Проекту нужно намного больше, чем просто дизайнера, да. Скоро откроется форма, вот буквально на днях. Поэтому ждите, форма откроется. И сразу же подавайте заявку и расскажите, какой вы классный, возможно, именно вас и возьмут. Есть, собственно, пять направлений. Это Community, Leader, тут все понятно, да. Нужен человек, который будет управлять Community. Далее, нужен Builder, строитель, то есть это вот программисты больше нужны. Content, Education, то есть здесь нужны непосредственно нам им. Нужны те, кто будет заниматься контентом, продвижением. Раутерс и Грандс это такие очень интересные вещи. То есть, если мы возьмем Раутерс, это маршрутизаторы, которые являются поставщиками ликвидности и инфраструктуры сети Connected. А о Грандс, тут есть прям отдельно, да, у них вот экосистема Грандс Протокол, и отдельно прям они вынесли, и здесь обсуждается, рассказывается, что это такое. Но если в двух словах, то это гранты, да, и если вы получили этот грант, только тогда вы сможете в этом участвовать. То есть, если вы смотрите вот это видео, и вы вдруг являетесь вот этим Грандсом, то вы, наверное, смотрите его по приколу, потому что вы явно знаете, разбираетесь больше меня и нужны проекту больше, чем я. Так вот, не важно, что вы выберете, потому что им нужны все, да, ну, как я уже сказал про дизайнеров, они просто их отметили, потому что они везде одну картинку вставляют, им бы, конечно, разнообразие. Вот. Но главное, что здесь написано, что... Не важно, сколько вы предоставите или сделаете работ. Вот. Десять, пятьдесят, сто, одну. Но, возможно, вы сделаете одну, но такую шикарную, да, допустим, как если мы сравниваем вот этих кучу-кучу блогеров и Птушкина, да, и вы понимаете, что Птушкин раз в несколько месяцев выпустил видео, но оно великолепное, его смотрят и смотрят, а эти там наделают своих видео с телефона и наберут десять тысяч просмотров максимум. Вот тут точно так же. Главное не количество, главное качество. Качество везде преобладает. Понятно, что в комьюнити, да, ну, возможно сделать качество, да, но как качество от количества, вот, отличаясь, тут немножко, конечно, странно. А по сути, это очевидно, что чем вы нужнее, тем, собственно, у вас и больше шансов попасть в команду. А нужным стать не так-то уж и сложно, если вы действительно хорош. Надеюсь, что среди моих подписчиков, тех, кто смотрит меня сейчас, есть такие люди, которые понимают, что они достойны, что они могут и что они необходимы проекту. И надеюсь, что у вас есть время и желание, и вы перейдете по ссылочкам в описании и присоединитесь к проекту. Остальные же, кто не обладает такими компетенциями, вы также можете присоединиться к проекту, следить за ним, помогать ему, но просто вы не попадете непосредственно в команду таким способом. Возможно, вы будете помогать, так же, как комьюнити-лидер, да, и попадете, станете этим комьюнити-лидером, но со временем, потому что вас заметят. В общем, вариантов масса. Всегда пробуйте, не останавливайтесь. Если вам нравится проект так же, как мне, то я уверен, что вы найдете способ стать частью его команды. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok